Так, я советую еще не покупать никогда облегченные продукты. Да, у меня был тоже такой период, когда я все время покупала облегченные продукты. Что-то я близко к камере сижу, вы, наверное, одну мою голову видите. Но ничего страшного, это не важно. Важно мои советики, может быть, кому-то помогут. Значит, не покупать никогда облегченные продукты. Как делаются облегченные продукты? Во Франции у нас очень много передач идет насчет облегченных продуктов. То, что это все-таки коммерческий трюк. Если посмотришь на состав облегченных продуктов, то там ничего полезного в принципе и нет. А иногда и больше гадостей, чем нормальных продуктов. Старайтесь покупать продукты хорошего качества. Если есть возможность покупать продукты от производителя, то покупайте продукты даже не био, а от производителя. Смотрите на этикетки, что на них написано. И самое главное, готовьте кушать сами. Тогда вы готовьте простые блюда, чтобы они не занимали у вас времени. Иногда тарелка лапши намного полезнее, чем какое-то изысканное блюдо в ресторане или в каком-нибудь кафетерии. Берите с собой на работу. Да, может кто-то скажет, что это амбитан, то есть это заморочество. Брать с собой на работу контейнеры, продукты. Но знаете, это все-таки, ну потом, знаете, это выбор. Как вы хотите. Питайтесь, как вы хотите. Но, чтобы поддерживать себя в форме, нужно знать, что вы едите. А когда нам, мы покупаем что-то, мы не знаем, что туда натолкали. Поэтому готовьте побольше сами. Если есть возможность, готовьте. Кушайте обязательно яйца. Не бойтесь яичных желтков. Я точно была такая же. И всегда поначалу отделяла желтки от белков. Но знаете, конечно, не нужно объедаться желтками. Вы же не съедите там 5 желтков в день. Но если вы съедите одно полноценное яйцо с желтком и два белка плюсом, это только будет вам на пользу. Если посмотреть, то в желтке не так уж и много калорий. Это уже истории, что мы столстеем от желтков. Но это кладезь витаминов, кладезь минералов, лецитин, который просто необходим для печени, который питает наш мозг, питает нашу нервную систему, улучшает память. Поэтому один или два желтка в день вам не нанесут никакого вреда, а только принесут пользу. Как я уже сказала, каждый день куркуму, чеснок, имбирь, лук, мы это едим каждый день. Кто скажет, что потом невозможно идти на работу, есть много маленьких трюков, чтобы от вас не пахло ни чесноком, ни луком. Я про это уже про все рассказывала. Как в последнем видео я сказала, если любите хрустячки, замените все крутоны на нутовые крутоны. То есть делайте крутоны сами. Делайте, если любите чипсы, делайте чипсы сами, овощные чипсы в печке. Можно делать чипсы из капусты, чипсы из капусты калии. Очень-очень вкусные и полезные чипсы. Что еще хотела вам сказать? То есть всегда есть выбор, всегда есть альтернатива, всегда есть решение. Просто его нужно поискать. Обязательно добавляйте в свой рацион очень-очень много зелени. Особенно шпината, зеленые капусты, брокколи. Так как это витамин айцы, это железо. Мы в моей семье очень много едим шпината. И также мы едим много лантия. Лантия это чечевица. Кто-то говорит, что у чечевицы большой глюкемический индекс. Кто-то говорит, что чечевица очень калорийная. Но для меня нет. Чечевица это... Я очень люблю чечевицу. В ней очень-очень много железа, очень много полезных элементов. Я даже могу позволить себе кушать чечевицу вечером. То есть я вечером позволяю себе кушать два сериала. Это кинуа и чечевица. Но потом уже, конечно, смотрю по ситуации, где я нахожусь где-то на отдыхе или в гостях где-то. И выбираю тот рацион, который мне предложат. Но в основном вечером я кушаю овощи и немножко протеинов. Как и все, наверное. Ну, вы видели весь мой рацион дневной. У меня на канале есть видео с моим дневным рационом. Так что посмотрите. Если кому-то подходит такой рацион, можете взять себе на заметочку. Еще один маленький... Это не секретик, а вы видели тоже в моих видео, что мы обязательно употребляем в пищу различные орехи. Особенно бразильские орехи. Два бразильских ореха, да. Я раньше кушала всего один бразильский орех. Мне мои подписчики... Так, камера у меня выключилась. Но ничего страшного, продолжаем. Значит, бразильские орехи. Я принимаю теперь два бразильских ореха. Это кладезь селениума. Что такое селениум? Зачем он нужен для нашего организма? Я вам заветую погуглить и почитать. И обязательно включить в свой рацион бразильские орехи. У меня муж тоже начал принимать их и говорит, что чувствует себя намного лучше. Замените обязательно майонез на другие соусы. То есть домашние соусы. Не ешьте майонез, не кушайте майонез и не покупайте, не тратьте свои деньги в магазине. То есть готовьте майонез сами. Например, у меня на канале есть несколько рецептов правильного майонеза. А также есть рецепты других соусов. Можете, берите вместо майонеза йогурт, греческий йогурт. Смешите его немного с горчицей, со свежими травками. Экспериментируйте. И вы найдете свой соус, который вам понравится не меньше, чем майонез. Но я так считаю, что с майонезом не похудеешь. Исключение домашний майонез. Обязательно кушайте тыквенные семечки. То есть дневная норма тыквенных семечек для мужчин, чтобы не иметь проблем по мужской части, это 60 семечек тыквенных дней. А для женщин 10-15 тыквенных семечек дней. Прежде всего, вы, наверное, знаете, что тыквенные семечки, они убивают всех паразитов в нашем организме. Не буду уточнять таких, вы все это знаете. А также они очень-очень способствуют похудению. Поэтому в свои кашки, в свои салатики добавляйте тыквенные семечки. Я, например, очень люблю тыквенные семечки, но во Франции они стоят очень-очень дорого. Я надеюсь, что у вас подешевле, или вы можете сами их высушить, заготовить. Не бойтесь авокадо. Авокадо это полезные жиры. То есть существует много-много различных мнений, что авокадо это не полезно. Другие говорят, что это очень жирно. Но авокадо для меня это просто супер. Это антиоксиданты, витамин А и Е, полезные жиры. Также очень много различных витаминов. И я себе запросто позволяю одно маленькое авокадо или половинку большого авокадо в день. Вы меня видели, ничего со мной плохого не происходит. Также еще один секретик. Кушайте, кто может, у кого неповышенная кислотность, лимон. Я лимоном поливаю почти все мясные блюда. А также, если у вас лимон органический, то не выбрасывайте кожицу лимона. Мы знаете, как делаем в семье? Мы берем лимон. Мы это тоже услышали в одной передаче. Целиком лимон замораживаем. А потом на терке достаем замороженный лимон и трем его в различные блюда и даже на десерты или на салаты. Так как в коже лимона намного больше витамина С, чем в самой мякоти лимона. Ой, побыстрее буду рассказывать. Это уже кончается время и камера постоянно выключается на телефоне. Не знаю почему. Употребляйте вишню. Вы знаете, что если у вас есть возможность заготовить вишню на зиму, то заготавливайте. Потому что во второй половине зимы нужно обязательно начинать употреблять в пищу вишню. Вишня, кто-то снова скажет, большой глюкемический индекс. Но в вишне столько, в черешне столько всяких полезных элементов. И она очень-очень помогает женщинам и мужчинам тоже от анемии. Так что вишня тоже входит в наш рацион. Никогда не пропускайте ужин. Для меня это закон. Нельзя пропускать ужин или вы нарушите весь свой метаболизм. Ужинайте легко, но обязательно-обязательно ужинайте. Также постарайтесь кушать почаще. То есть добавьте примерно два перекуса. Это после завтрака или так называть второй завтрак. И в четыре полпятого. То есть если вы по правильных перекусах, фрукты, сухофрукты. Ну, правильные перекусы, вы все знаете, что это такое. Немножечко орехов в первую половину перекуса. Во второй я в основном употребляю фрукты. И если вы перекусите в четыре полпятого, то ужин, вы без проблем, у вас будет, не будет проблем принять легкий ужин. Вы не будете так голодны. Ну, в принципе, наверное, все я вам сказала. Еще раз повторяю, не покупайте никакой гадости в магазине. Потому что если есть дома в холодильнике очень-очень много всего неполезного, рука сама потянется за этими неполезностями. Я еще, конечно, вспомню все, что я делаю. Я не все вам рассказала. Несколько секретиков я сохраню на потом. А вы подписывайтесь на мой канал или на Франц. Оставайтесь со мной и будем делиться полезными рецептами. Рецептами, полезными рецептами, полезными секретиками. Под этим видео пишите все ваши секретики и будем обсуждать. Ну, оставайтесь вежливыми и приятного вам дня. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok